Эта видеометодичка поможет студентам курса мобилографии вспомнить дома те приемы, которые мы использовали на уроке для улучшения картинки, для постобработки фотографий, полученных на уроках курса. Я предполагаю, что на нашей фотографии уже нет основных ошибок фотографии. Вот 9 штук их перечислено. 6 первых делает оператор, еще 3. Эти ошибки совершает сама линза. И если у нас на фотографии не будет этих ошибок, то мы переходим по сути дела от коррекции к художественной ретуши, к улучшению картинки. К тому наша задача будет, чтобы на картинке появилось по возможности три контраста – цветовой, текстурный и тональный. Светлый объект на темном фоне, теплый объект на холодном фоне и четкий объект на размытом фоне. Зайдем в галерею, выберем детский портрет. Эта информация по кадру говорит нам о том, что у нас низкие значения ISO, значит не будет шумной точки ISO. Выдержка довольно короткая, предельно короткая, 1,30. То есть, если модель была бы хоть чуть-чуть непослушной и шевелилась, у нас был бы хороший такой видимый смаз, расфокус. Этот кадр на мобилке Huawei Honor 8 снимался в режиме диафрагма. Этот режим позволяет нам, снимая абсолютно четкий передний и задний план, потом задний план по нашим предпочтениям размыть. Конечно, это размытие красивое, такое художественное, оно совершается программно, а не за счет плоского гриппа, плоской глубины резко изображаемого пространства. Итак, выберем этот кадр и отправим его в один из профессиональных редакторов в программу постобработки Snapseed. По умолчанию сразу выскакают пресеты, например, предлагается выбрать портретный пресет. Он работает довольно неплохо, делает объект светлее, углы темнее. Но мы этот же эффект попробуем все-таки сделать инструментами Snapseed, а не выбирая предустановки, которые рекомендует нам программа. Перейдем в инструменты. И первое, что нас встречает, это коррекция. Под этим инструментом много функций, которые все направлены на исправление свето-теневого, прежде всего, рисунка на кадре. Ну и не случайно расположение этих инструментов. Наверное, в такой последовательности мы и пойдем. Если коррекция, резкость, кривая и баланс белого расположены сверху, наверное, это самые частые по использованию инструменты. А чем ниже по этим инструментам, тем реже они используются. Сделаем таб на коррекцию. Первый длинный таб на экране позволит нам выбрать те зоны, с которыми мы хотим работать. То есть яркость будет соответствовать экспонирую или экспозиции. Это общая светимость всех пикселей по изображению будет повышаться вправо. Я делаю свайп по экрану или понижаться. Здесь нормальное распределение свето-теневого рисунка, поэтому яркость я не буду трогать почти совсем. Вот, может быть, сделаю немножко даже понижение этой яркости на очень малое значение. Ну и давайте посмотрим. Контраст для портрета. Это такой ползунок молчаливый, мертвый. Лучше его использовать на черно-белые фотографии или на пейзажи, на тревел-фотографии. Ну а здесь высокие значения контраста будут палить нам кожу, нарушать всю картинку. Поэтому контраст ставим так, как он есть. Опять таб. Насыщенность меня тоже устраивает. Вот светлые участки. Это хайлайты или цвета в кадре. Тени этот ползунок почти не будет затрагивать. А вот цвета здесь можно, если бы это был женский портрет, то можно чуть-чуть повышать. От этого будет более яркая кожа. И мы получим светлую личность. Ну а на мужском портрете и на пейзаже, предметке, можно эти светлые участки даже немножечко и уменьшить. Их светимость для того, чтобы получить разные полутона, которые будут отвечать за объем. Если на фотографии очень глубокие тени, можно их осветлить. Но на этой фотографии я бы тени делал темнее. Вот сразу мы получаем такой тоновый контраст. Я сильно не буду их уменьшать, для того, чтобы была возможность продемонстрировать и другие инструменты. Если нам нравится то, что мы сделали, мы нажмем на галочку в правом нижнем углу. А посмотреть до-после работы этого инструмента позволяет нам вот эта книжечка в правом верхнем углу. Вот чуть уже контрастнее стало изображение. Есть вот магическая палочка. Она работает, как правило, очень плохо. Неплохо находит она только точку белую и точку черную. Поэтому я ею не пользуюсь. Применяем наш эффект и переходим к следующему инструменту – резкости. Опять же, в этом инструменте будет большая разница между тем, как мы будем работать с резкостью на мужском портрете, на женском портрете или на природе. А именно, структура на мужском портрете и всех жанров, которые связаны с неживой природой, архитектура, пейзаж, ювелирка, предметка, фуд-фотография. Можно структуру довольно сильно повышать. Это контраст в полутонах. Делает то, что называется драма, драматический такой эффект. Ну и на этом портрете я тоже немножечко могу повысить структуру. А вот если бы это был женский портрет, то я бы, наверное, текстурку чуть-чуть убрал, и от этого бы смягчились пупырышки кожи. А если мы сделаем длинный таб на экране и сможем сместиться к резкости, вот резкость, это тоже контурная резкость, но в таком случае изменяется контраст на обнаруженных линиях, контурных в диапазоне плюс-минус три пикселя, вот резкость можно повышать довольно сильно. Это будет хорошо. Применяем этот эффект. И переходим, уменьшив изображение, двумя пальцами. Такой pitch можно увеличивать. Zoom in, zoom out, приближать изображение и отдалять его. Переходим к следующему изображению. Кривые. Кривые позволяют нам, допустим, мягкий контраст. Светлые пиксели светлее становятся, темные темнее. Как раз для портрета нам это и хорошо. Однако, что я здесь вижу, что повышая светимость пикселей, кожа становится более насыщенной. Поэтому я могу нажать на эту точку в светах и вернуть ее нормальное значение. Кожу я сделаю светлее другим инструментом. Можем скрыть кривую и опять ее показать. И применим это. Вот уже картинка становится все более контрастной. Вообще, здесь хороший свет от окна. Этот свет ударяется в белую стену и возвращается, заполняя лицо мальчика. Поэтому светотеневой рисунок довольно интересно построен. В луч света не попадает задний фон кухни. Поэтому у нас красивый такой фон. Он не только размытый, благодаря режиму съемки, диафрагма, но еще и темненький. И модель хорошо выделяется. Следующий инструмент – баланс белого. Длинный тап на экране нам показывает, что можно поменять температуру и оттенок. Температура вправо теплее, температура влево холоднее. А оттенок будет давать нам розоватую картинку или зеленоватую картинку. Ну и, соответственно, если вы снимали при условиях освещения лампами дневного света, то они обычно вот эти вот оттенки странные дают. Ну а здесь я просто чуть-чуть добавлю, чтобы была розоватая кожа, такая персиковая. А температуру оставим так, как есть. Плюс 2, это наверняка я сбил ее с нуля. Ну и неплохо она сработала. Такой вот более тепленький, розовенький мальчик у нас случился. Автобаланс белого, кнопка AW. Ничего нам не сделал, потому что мы хорошо все сделали сами. А еще есть возможность найти баланс белого с помощью пипетки. Вот пипетку, ее перехрестие, надо навести на тот объект, который был, мы знаем, что он был серый или чисто белый. Вот на этом изображении у меня нет таких плоскостей. Может быть, стена сзади на кухне. Поэтому я не буду использовать эту пипетку. Мне лучше все-таки сделать эти настройки на глаз вручную. Применим этот инструмент и пойдем дальше. Кадрирование. Можно выбрать разные форматы. Форматы DIN, это формат А4, А5, А6. Он больше всего будет подходить к печати фотографии в типографии, поскольку кадр, который мы получаем из фотоаппарата или из мобилки, это 4 к 3, 5 к 4, 5 к 8. В общем, это золотые пропорции. Все что угодно, кроме того, как печатают без обрезок в типографии. Поэтому я выберу DIN и смещу его, возвращая мальчику руку. А вот этот кусок стула мы можем и здесь отрезать. Ну и применив этот инструмент, мы можем зайти в поворот. И, сделав клик выше картинки, можем очень мягко разворачивать фотографию, находя совпадение вертикалей кадра с вертикалями вот этой сетки, которая появляется. Но меня устраивает тот угол, под которым сидит мальчик, поэтому я вот сделаю почти минимальное исправление. Здесь же можно отзеркалить фотографию. Иногда это приводит к хорошему эффекту. Предполагается, что зритель находится в левом нижнем углу, поэтому мальчик сейчас смотрит на зрителя. А вот так он от него отвернулся, думает о чем-то своем. Ну и здесь же можно фотографию развернуть на 180, 90 и 360 градусов. Применим наше кадрирование и перейдем к следующему инструменту, перспектива. Именно здесь исправляется в режиме настроить перспективы, если есть искажения. Например, мне кажется, что небольшое искажение было в левом нижнем углу, то есть у него лицо больше, чем вся остальная фигура, поэтому я вот за этот ползунок в левом нижнем углу могу потянуть, чтобы чуть-чуть сделать шире плечо, как оно и было. Именно здесь будет исправляться дисторсии. Следующий инструмент – расширение. Иногда не хватает в кадре поля перед объектом, ему нечем дышать, поэтому мы можем чуть-чуть отодвигать эти зоны, и тогда умный искусственный интеллект программы дорисует нам этой конвы, холста, которого нам не хватило. Лучше расширять это по чуть-чуть, это поле, иначе будут артефакты. Выборочная коррекция. Мы можем нажать на плюсик и поставить точку в том месте, где нам надо что-то локально изменять. Например, я хочу вот здесь поставить точку. Еще раз. Вот здесь я поставил точку. Двумя пальцами я сделаю пинч, и мне становится видна маска, в диапазоне которой будет изменяться в данном случае яркость. А чтобы изменять другие параметры, надо опять сделать длинный тап по экрану и выбрать увеличение-уменьшение контраста, увеличение-уменьшение насыщенности и увеличение-уменьшение структуры. Но мне пока что надо только яркость уменьшить в том углу, чтобы фончик стал еще более темным. Можно добавить еще одну точку, например, вот здесь. И этот угол тоже притемнить. И этот угол еще одну новую точку. И этот угол у меня тоже логика будет. Надо притемнить. Я могу, нажимая на глазик, скрывать эти точки и обратно их проявлять. Следующий инструмент. Кисть коррекции. Замечательный инструмент. По умолчанию нас встречает кисть Dodgen Burn осветлитель-затемнитель. Когда я увеличиваю пинчем, мы можем увидеть кончик кисти. Вот такого он будет размера. Например, я хочу немножечко сделать более светлой эту ямочку. Вот несколько раз, мягко пройдя по этой ямочке, она уходит. Смотрите, до-после. Вот она скрылась. Может быть, ему и хороша эта ямочка была, зря я ее убирал. Но если у человека второй подбородок или еще какие-то ненужные ямки и выступы, то светлой и темной кисточкой эти вещи можно немножечко скрывать. Мы можем кисть осветления поменять на кисть затемнения. Например, я хочу немножко отделить подбородок. Кисть затемнения будет приводить к тому, что там будет насыщенность увеличиваться. С ней надо быть осторожнее. Я наверняка взял слишком много, надо было не затемнение не минус 10 брать, а минус 5. Тогда эта бы кисть сработала более корректно, не так сильно повышалась бы насыщенность. Но если я ошибся, не беда, можно перейти на режим ластик и вот нашу эту коррекцию убрать. Сейчас я попробую все-таки минус 5, чуть-чуть добавить тени здесь. По сути дела это тот самый хайлайтинг, который девочки делают в жизни тоновым карандашом и растушевочной кистью. Вот светлой кистью Dodge мы можем пройтись легонечко в тех местах, где нам этого света для объема надо больше. Правило очень простое. Где уже есть свет, там свет можно добавить. А где есть тень, там эту тень надо подчеркнуть. И тогда у нас будет более объемное лицо, чем оно было до ретуши с помощью этой кисти. Вот немного можно тут зубы отбелить этой же кисточкой. Мы можем с вами перейти в кисть экспозиции. Это осветлитель очень сильный. И с помощью этой кисточки, например, добавить такие вот искринки. Видите, там глаз заиграл один. И немножечко я сделаю ярче этот глаз и применю. Видно, что кисти могут локально работать, изменяя, увеличивая, уменьшая насыщенность. Какие-то места делая более холодными. Давайте возьмем еще кисть экспозиции. И я, наоборот, понижу экспозицию и где-нибудь еще вот этот мусор, например, сделаю темнее. Вот я его скрыл. И там тоже. Слишком была кисточка большая. Вернусь я к ластику. И вот здесь на голове немного этот слишком большую кисть я взял. Применяем, да, посмотрим до-после нашей работы кисти. И применяем этот эффект. Любимый инструмент, точечная заплатка, по сути дела, точечная и устранение различных прыщиков, пятнышек на большом приближении. Достаточно кликнуть на зоне, которая нам не нравится, чтобы, опять же, включился в работу искусственный интеллект. И залил под этой точкой какими-то правильными текстурами, которые он берет вокруг кисточки. Этот инструмент лучше всего работает точечно. Этим же инструментом можно подрезать морщинки какие-то. Я сейчас попробую удалить вот это вот светлое пятно. Оно мне мешает. Может оно и некорректно сработает, потому что он берет источник с лица. И, конечно, это мне не годится. То есть это немного такая неуправляемый инструмент. Лучше всего он работает точечно. Вот так вот помыли, ну хотя бы так убрать. Вот если какое-то очень большая кисть, отмена. Это я уже где-то ударил кистью случайно. В общем, по-хорошему я бы сейчас отменил этот весь эффект и поработал бы по-новому. Потому что я где-то не заметил своего удара. Но мы бежим по инструментам и применяем все это. Дальше, начиная с HDR, блеск софитов, тон, контраст, драма, винтаж. Это все инструменты с пресетами. Например, в винтаже мы увидим, что тут идет обработка, имитируя пленочную фотографию. Здесь нам это не понадобится. Что мне здесь понравится, это, скорее всего, последнее, что я бы еще применил, это размытие. Программа самостоятельно находит лицо. Двумя пальчиками мы можем увеличивать размер зоны в резкости. Сделав таб на инструментах, можем выбрать, например, переход и увеличить. Увеличить зону. У меня длинный свайп по экрану. Я увеличиваю зону между очень резким изображением и размытием. Ну и здесь же длинный таб на экран и выберем виньетирование. Можем увеличивать виньетирование. Вот это то, что делал, выносил в наше изображение виньетку. Это делал пресет портрет на самом старте. Если какой-то этап нашей обработки нам не нравится, то нажимая на стопку с стрелкой, архивной стрелкой, можем выбрать, посмотреть изменения, увидеть все, что мы делали и продолжить локально какую-то коррекцию. Увидеть каждый шаг нашей работы. После чего... Чтобы выйти из режима просмотра последовательности всех наших действий, необходимо нажать на стрелку в левом верхнем углу. Нам станет доступна в том же углу кнопка «Готово». И нажимая на нее фотография будет копия оригинала со всеми нашими правками. Будет сохранена в папке Snapseed или в папке Pictures. Это будет зависеть от модели телефона.